Соевые бобы относятся к семейству бобовых и их популярность за последние несколько лет возросла, поскольку они обеспечивают большое количество белков, углеводов и жиров для веганских и вегетарианских диет. Они выделяются среди других растительных белков, поскольку считаются полноценным белком, содержащим все 9 незаменимых аминокислот. После выращивания в Юго-Восточной Азии соевые бобы были завезены в Восточную Европу и Америку, где их культивировали настолько много, что сейчас существует два типа соевых бобов – одомашненные и недомашненные, которые встречаются в дикой природе. Соя богата полифенолами, включая антоцианы, галловой кислотой, которая является пребиотиком метаболит полифенолов, и изофлавоны. Мало что было изучено о прямом влиянии соевых бобов и их производных на аторстлероз, однако поиск литературы выявил три исследования, посвященных сои. В статье были включены фитохимические вещества из соевых бобов, таких как соя сапонин А1 и соя сапонин А2, соевые зародыши в сравнении с томатным порошком и соевым молоком. Соя сапонин А1 и соя сапонин А2, зародыши соя и томатный порошок давали мышам, у которых был повышен уровень холестерина, а соевое молоко давали мышам, у которых был повышен уровень липопротеидов низкой плотности. Во всех трех исследованиях использовались мыши-самцы, поэтому сравнение пола невозможно. В рацион добавляли соевые сапонины и зародыши сои, а соевое молоко вводили через зонд. Исследования соевых сапонинов и соевого молока значительно уменьшили размер бляшек в аорте, однако ни зародыши соя, ни томатный порошок не оказали никакого эффекта. Кроме того, зародыши сои и томатный порошок не смогли изменить липидный профиль. Соя сапонин А1 оказался чрезвычайно полезным, снижая уровень триглицеридов общего холестерина, холестерина связанного с липопротеидами низкой плотности, и повышал уровень липопротеидов высокой плотности. Соя сапонин А2 оказывал аналогичное влияние на липидный профиль, однако не изменял статус липопротеидов высокой плотности. Соевое молоко продемонстрировало аналогичные результаты. Снижение содержания общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности, и повышение уровня липопротеидов высокой плотности. Важно отметить, что триглицериды и липопротеиды очень низкой плотности у животных, получавших соевое молоко, вернулись к контрольным базальным уровням. Уменьшение бляшек, вызванное лечением соевым сапонином и соевым молоком, было связано с одновременным уменьшением гиперхолестеринемии и воспаления. Соевое молоко снижает уровень С-реактивного белка, усиливает фагоцитоз, инициирует иммунный ответ, а также стимулирует Т- и бета-клетки для активации иммунного ответа соответственно. Соевые сапонины также снижают фактор некрозоопухоли альфа, который увеличивается при воспалении, и увеличивает отток холестерина, однако точный механизм не выяснен. Соя и ее полифенолы демонстрируют многообещающие будущие исследования в области ослабления атеросклероза. Это особенно важно учитывать, поскольку в последние несколько лет популярность сои растет. Субтитры создавал DimaTorzok